Привет всем! Назначение цепи козораспределительного механизма почти ничем не отличается от ремня. Ремень и цепь в двигателе выполняют одну и ту же задачу. Существует мнение, что если на вашем двигателе стоит не ремень, а цепь, то можно совершенно не беспокоиться. Но и оно совсем не вечное. Цепь изнащивается. У цепи в отличие от ремня отсутствует регламент замене. То есть придется ориентироваться по ощущениям. Но и существуют некоторые признаки. Как определить износ цепи ГРМ? В процессе работы цепь изнащивается, растягивается и начинает издавать лязг. Важно! Цепь всегда издает шум при работе, но из-за современной звукоизоляции и скорее всего его не замечали. Если у вас появились сомнения по поводу странных звуков в районе двигателя, лучше обратиться в автосервис. Если ваша цепь растянулась, сначала она будет издавать лязг при запуске на холодную, а при ухудшении ситуации будут издавать его постоянно. При совсем запущенной ситуации цепь может перескочить. И тогда ваш автомобиль заглухнет. Самый первым, кто страдает при обрыве цепи или отскоке – клапан. В момент отскока клапана из-за смещения фаз встречается с поршнями. Часто страдает и сам поршень. А это уже более дорогой ремонт. Стоимость ремонта зависит еще от того, на каких оборотах произошла трагическая встреча клапанов с поршнями. Чем выше, тем больше ущерб. В автомобилях с дизельным мотором в случае обрыва ломается распределительный вал. Тогда меняется цепь, распредвал, клапан и прогладка. Большинство машин оснащены специальными индикаторами, которые оповещают об ошибках с КРМ-механизмом. Если так, следует не тратить время и сразу же поменять деталь. Растянутая цепь, как говорилось ранее, перескакивает и портит даже колоку блока цилиндров. В лучшем варианте прогнутся только клапана. Поменять цепь КРМ нужно, если Наблюдается грубая и прерывистая работа мотора при запуске, либо на холостом ходу. Из двигателя доносятся странные звуки, которые отчетливо слышны на холостых оборотах, в то время, когда давление масла низкое. Во время диагностики замечен максимальный выход натяжителя цепи. Зубья сведочек сильно изношены. Также проверить цепь КРМ и узнать, что пора менять, можно пройдя компьютерную диагностику машины в автосервисе. Но я компьютерную диагностику не рекомендую, потому что часто дает неправильные результаты и не стоит довериться. Определить именно, при каком пробеге менять цепь КРМ невозможно. Ресурс эксплуатации зависит от конкретной марки машины. Для большинства транспортных средств заводы-изготовители указывают ресурс до 400 тысяч километров. Однако цифры могут сильно отличаться от реальных. Цепь некоторых машин, например, некоторых корейских, нужно менять на каждом 30 тысяч километров пробег. Некоторые расчитаны на 100 тысяч километров. Поэтому следует проводить диагностику на каждом плановом осмотре автомобиля. Срок службы цепи ГРМ напрямую зависит, из какого материала произведена цепь и насколько качественно проводилась термообработка. Вот на примере Volkswagen CC покажу, как можно определить, нужно цепь менять или нет. Снимаем правую покрышку. Снимаем пластиковую патрубку. И увидим маленькое отверстие на крышке ГРМ, которое закрыто резиновой заглушкой. Сначала поворачиваем коленчатый вал, вот в таком направлении, то положение в верхней мертвой точке. Чтобы не ошибиться, ищем на шкиве маленькую или заметную метку. И на крышке ГРМ ищем значок треугольник. Потом снимаем резиновую заглушку и определяем, натяжитель старого или нового образца. Вот новый и старый образец. Если можно увидеть более четырех пазов на натяжителе старого образца, тогда нужно менять сцепь. А если можно увидеть более шесть пазов на натяжителе нового образца, тогда нужно менять сцепь. Некоторые считают пазы на натяжителе, а некоторые зубы. Но это не важно. Если вы подсчитали на новом натяжителе шесть выступающих пазов или зубцов, тогда специалисты рекомендуют заменить сцепь ГРМ. Вот и все. Подошли к концу нашего видео. И просьба, если чем-то видео было для вас полезным, прошу подпишитесь на канал, жмите кнопку с колокольчиком и вставьте палец вверх. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok